МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. Пассажирские перевозки. На еженедельном совещании рассмотрели план финансового оздоровления Чуваш-Автотранса. Контрольная закупка. В Чебоксарах провели рейд по торговым точкам. Ход конем. В Чебоксарах стартовал этап всероссийского гран-при по быстрым шахматам. Весна в этом году затяжна, и паводок не причинил серьезного ущерба. Однако некоторые объекты все же повреждены. Так, 10 апреля размыло мост через большой цивиль в селе Калинино. О ликвидации чрезвычайной ситуации говорили сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии. В селе Калинино в Урнарском районе размыло временный мост. Село фактически оказалось разделенным на две части. Такую ситуацию прогнозировали. По информации Минтранса Чуваши, опубликованной на сайте, на участке проявили необходимое противопаводковое мероприятие. Был возведен пешеходный мостик, установлены предупреждающие знаки и маршруты бездных путей. Специалисты прогнозируют, что в течение двух-трех дней уровень воды будет снижаться. К концу недели мосты должны восстановить и наладить автомобильное движение. Были проведены, возведен пешеходный мост, произведена установка предупреждающих знаков, щитов с указанием необходимости следования по объездным путям. Организовано было кровосрочное дежурство полностью по этому объекту. Заготовлен заранее реконсионный материал. В настоящее время сейчас мы ведем мониторинг по этому участку в целом. И предполагается, что через 2-3 дня мы уже начнем к восстановлению данного участка. А пока в целом автобусы и грузоподъемная техника уже мы пустили по объезду. Большие грузы, которые будут двигаться в объезд моста, не должны разрушать дороги внутри поселения, заметил глава Чувашей. Ситуацию надо контролировать. Заслушали на еженедельном совещании информацию о финансовом состоянии Чуваш Автотранса. Предприятие – крупнейший пассажирский перевозчик в республике. Здесь работают более полутора тысяч человек. Кредиторская задолженность предприятия – 175 миллионов рублей. Задолженность по зарплате – 24 миллиона. Предприятие переводит льготников. За это ему предусмотрены бюджетные дотации. На 2016 год – почти 80 миллионов рублей. Но по подсчетам специалистов, выпадающих доходов в два раза больше. Сейчас на предприятии разработан план финансового оздоровления. Оптимизация штатной структуры и филиальной сети. С января 2016 года вступили в силу основные положения федерального закона номер 220 ФЗ, который, во-первых, позволит организовать автобусный маршрут как по регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым. Во-вторых, закон позволит Минтранс Чуваши администрациям городов и районов формировать маршрутную сеть в зависимости от потребностей в перевозках, совмещая выгодные и нерентабельные маршруты, а также упразднять дублирующие. Также ведутся работы по организации безналичной оплаты проезда. Это позволит обеспечить прозрачность в формировании финансовых потоков. В числе мер по оздоровлению – работа по переводу транспорта на газомоторное топливо. По словам министра, это позволит стабилизировать ситуацию на предприятии и выведет его на безубыточный уровень. Когда там ситуация у нас справится, выбравится? Михаил Васильевич, в соответствии с 220 ФЗ, уже отработали 48-й республиканский закон, внесли его в Государственное правовое управление. И после его уже, как мы его узаконим, через 6-9 месяцев планируем полностью все маршруты уже привести в порядок. Глава Чуваши рекомендовал начинать процедуру финансового оздоровления Чуваш-автотранса, не дожидаясь утверждения плана в парламенте республики. Еще одной темой еженедельного совещания у главы Чуваши стала ситуация, сложившаяся на одной из строительных позиций в столице. Речь о так называемом 14-м микрорайоне в Чебоксарах. Подробнее далее. Эти фотографии сделаны пользователем портала «На связи» несколько дней назад, 5 апреля. Позиция номер 30 в 14-м микрорайоне почти достроена. Только вот заселиться в дом жители должны были еще в конце прошлого года. Новоселье перенеслось на неопределенный срок из-за спора двух строительных организаций. Дело в том, что основной застройщик микрорайона ООО «Устро» часть дома строила сама, а для другой привлекла подрядчика – компанию «Премиум инжиниринг». Та, во-первых, не завершила большую часть своих работ, и, во-вторых, став участником долевого строительства, нарушила договор, еще не расплатившись с «Устро» и продала квартиры людям. Причем сделки не регистрировались в Росреестре. Таким образом, «Премиум инжиниринг» привлекла порядка 65 миллионов рублей. В итоге в подвешенном состоянии остались 41 квартира. Дольщики не увидели ни своего жилья, ни денег. В ноябре 2015 года ООО «Устро» подало иск в арбитражный суд Чувашской республики на расторжение договора участия в долевом строительстве части неоплаченных как раз вот этих 41 квартиры. В настоящее время судебное разбирательство не завершено. Очередное заседание назначено на 13 апреля текущего года. Судебные органы будут выносить решение годами. Я хочу спросить, уверенность у вас есть с учетом высказываний, подтверждений подрядчиков, главного застройщика, городских властей, что люди не будут обмануты. С оттяжкой по сроку все получат соответствующее жилье. В принципе, «Премиум инжиниринг» должны вернуть эти 65 миллионов за 41 квартиры. Далее рассматривали вопросы, чтобы были выполнены какие-то подрядные работы, чтобы закрыть эту ситуацию. Собирались буквально на прошлой неделе у меня, но, к сожалению, между двумя подрядчиками сегодня нет взаимопонимания. Достигнуть взаимопонимания не удалось и в зале заседания. Мы, в общем-то, признаем, что совершили ошибку. Ошибку в том, что, в общем-то, неправильно оценили сроки. Действительно, мы инвестировали деньги, не должны были этого делать. Другие свои объекты, с которыми у нас, в общем-то, возникли сложности. Действительно, у нас есть 41 долевик, который, в общем-то, на сегодняшний день не получил квартиру, но дело в том, что обманывать мы никого не собираемся и ищем пути решения. Премиум-инженеринг, все знают, куда он деньги делал, и всем рассказывают, что он вложил деньги туда, вложил деньги сюда. Он может взять эти деньги и отдать нам. Сейчас Устро достраивает дом за свои средства при помощи нового подрядчика. Если руководство компании «Премиум-инженеринг» не придумает, как выкупить для людей их законные, оплаченные квадратные метры, этим, по-видимому, займутся правоохранительные органы. Ольга Пырычкина, Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. Обсудили на еженедельном совещании вопросы проведения экологических субботников Республики, а также ход строительства спортивных объектов. После таяния снега наши города и села выглядят не лучшим образом, поэтому апрель – традиционный месяц по уборке территорий. Особое внимание частоте на улицах столицы. В течение этой недели, подчеркнул глава Чебоксар Леонид Черкесов, город будет убран. Такие сроки ставят себе и в других муниципалитетах республики. Как один из самых спортивных регионов, Чувашия получит федеральную поддержку на развитие физкультуры и спорта. Республике выделено 18 миллионов рублей на закупку комплектов спортивного оборудования. для специализированных детско-юношеских спортивных школ Олимпийского резерва и училищ Олимпийского резерва. Сейчас в столице республики строятся 4 спортивных объекта, центры по биатлону, маунтинбайку, спортивная школа по настольному теннису и стрельбе из лука и физкультурно-оздоровительный комплекс по Игерскому бульвару. Все они должны быть заданы в эксплуатацию в этом году. Центр по маунтинбайку планируется открыть уже в день республики. Учитывая его площади, Михаил Игнатьев рекомендовал разместить там тренировочные площадки для занятий художественной гимнастикой, аэробикой и фитнесом. Возникли сложности с финансированием строительства двух объектов. Из культурно-оздоровительного комплекса по Игерскому бульвару, где разместится спортивная школа по боксу и бассейн, и спортивная школа по настольному теннису и стрельбе из лука, находящаяся по адресу улицы Мещена Павлова. Есть сложности с финансированием объекта, который идет по «Единой России», это теннисная школа. Сегодня там тоже подрядчик вышел на хороший режим работы, завершается монтаж конструкций, соответственно, но финансирование тоже в недостаточном объекте. Из четырех объектов, самые-самые стоимостные отношения, это центр Маунтинбайк, региональный центр, центр по биатлону, там освещаемая трасса должна быть, три километра у нас все будет. Все это для горожан. Но, где у нас средств не хватает, то, может быть, надо оценить и оттянуть по срокам вода, может быть, там на конец года или в начале следующего года. Надо идти по такому методу, любой ценой давайте введем эксплуатацию. Я понимаю, бассейн он нужен, все это нужно, никаких вопросов нет. Все то, что делаем, горожанам делаем. Завершился прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании, проводимом партии «Единая Россия». Заявления подали более 30 человек. В минувшие выходные в региональном исполкоме партии прошли дебаты участников предварительного голосования перед выборами в Государственную Думу. Темой обсуждения стала экономическая и промышленная политика, поддержка предпринимательской инициативы. Внутри партийные дебаты, интересное политическое явление, скрещивать идеологические шпаги приходится не с оппонентами, а с соратниками. Однако в этом и заключается цель предварительного партийного голосования. Избиратели получают возможность определить лучших из лучших. О том, какой они видят промышленную политику, в чем нуждается бизнес, а общество, как поддержать предпринимательскую инициативу, что необходимо для успешного экономического развития, рассуждали шесть участников дебатов. Предприниматели устали от постоянного изменения законов относительно фискальных платежей. Я считаю, что надо прекратить выносить изменения в законах и собрать те суммы, которые уже возможно, но не вводить в новых законах. Самое главное – обеспечение занятости, чтобы людей не увольнялись, чтобы зарплаты были, чтобы они платились вовремя. И очень важно создание инвестиционного климата, привлечение инвесторов. Каждому участнику дебатов было дано по две минуты на изложение своих взглядов, затем они отвечали на вопросы. Кто победит, покажет предварительное партийное голосование. Напомним, оно состоится 22 мая. Народный контроль провел очередную контрольную закупку. На этот раз проверяли условия хранения и соблюдение правил реализации скоропортищихся товаров. В сфере внимания контролеров оказался юго-западный рынок столицы. Здесь внимание привлек ларек с молочной продукцией. Еще до появления участников рейда в мини-магазине образовалась огромная очередь. Привлекает покупателей, как выяснилось, сравнительно невысокая цена и то, что молоко здесь можно купить на разлив. Проверив все документы, контролеры взяли образцы молока и творога на проверку. Проверили и торговый ларек на остановке Чернышевского. Нарушения на каждом шагу. Холодильник с мороженым не размораживался месяцами. Свежая рыба хранится вне всяких правил. А сухие закуски стоят на солнцепеке. На изделии из мяса проверяющие не нашли срока изготовления. Впрочем, и само изделие непонятно, как появилось. Отсутствуют документы на покупку. Что же это такой за таинственный производитель? Сколько мы не закупили в каких торговых точках? Документов нет. Образцы скоропортищихся продуктов будут отправлены в Роспотребнадзор для проведения микробиологического исследования. Результаты будут готовы через три недели. Однако уже сейчас можно составить список основных нарушений, которыми грешат предприятия торговли. Нет элементарных ветеринарных свидетельств, справок ветеринарных. Народный контроль сейчас смотрит, какая продукция легального производства или нет. Потому что очень много продукции, которая не подтверждена какими-либо документами. Значит, и производство ее, и реализация осуществляется незаконно, не уплачиваются с этого налоги. За реализацию нелегальной продукции предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. Сведения о всех нарушениях будут направлены в соответствующие инстанции. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Поликлиника в шаговой доступности для жителей микрорайона Садова из столицы республики. Эта мечта становится реальностью. В здании бывшего учебного корпуса сельхозакадемии вовсю идет реконструкция. Скоро здесь начнут прием терапевты, узкие специалисты и лаборанты. Раньше в здании в Ягодном переулке учились студенты сельхозакадемии, но уже несколько лет оно не используется по назначению. Поэтому его решили перестроить. Бывшие кабинеты преподавателей займут медицинские специалисты. И здесь уже будут не учить, а лечить. Мы долго искали здание. Понятно, хотелось бы, может быть, что-то новое построить. Хотелось бы построить современную новую поликлинику. Но на сегодняшний день в условиях вот того экономического кризиса, скажем, или с того экономического состояния, мы, честно говоря, очень благодарны, что нам предоставили вот это здание. И с января месяца тут ведутся ремонтные работы. И мы в полной уверенности можем сказать, тем более, вот вчера состоялась сессия госсовета, когда фактически уже подтверждены бюджетные ассигнования. Мы к лету эту поликлинику запустим. Здесь будет располагаться детская поликлиника, здесь будет располагаться взрослая поликлиника. Сейчас жители микрорайона приписаны к поликлинике на Богдана Хмельницкого, которая с большим трудом справляется с резко увеличившимся количеством пациентов. На прием к педиатру приходится отстаивать несколько часов. К узким специалистам фактически невозможно попасть. А все анализы горожане сдают в больницы на ХБК. Очень довольны будем, конечно, если здесь построится. Надеюсь, здесь скоро и дорогу сделают. Очень удобно будет. Мы очень счастливы, очень довольны. Помимо поликлиники в Садовом, в этом году откроется и отделение общеврачебной практики Вальгешево. Этот район тоже стремительно заселяется. И спрос на медицинские услуги растет с каждым днем. Екатерина Куприна, Елизавета Зайцева, Игорь Сверев, Республика. В России отмечают 140-летие перевода Библии на русский язык. Хотя попытки перевести священное писание предпринимали еще авторы нашего алфавита Кирилл и Мефодий в 9 веке. Завершилась эта работа только в 1876 году. О том, какую роль сыграло это событие в духовной и светской жизни, говорили участники округлого стола. В 1812 году в России было создано библейское общество. И именно с этого момента началась более-менее планомерная работа над переводом священного писания на русский язык. К 1821 году был готов Новый Завет, спустя год Псалтырь. А затем в силу околоцерковных и придворных интриг работу практически свернули. Вернулись к идее только в 1856 году, когда российский сынот единодушно высказался за возобновление перевода. Работа шла настолько активно, что уже в 1860 году было издано четвероевангелие. Полный же перевод Библии увидел свет в 1876 году. Этот перевод получил название «Синодального» и используется до сих пор. Кстати, именно его использовали переводчики Библии на чувашский язык. Напомним, презентация священного писания на чувашском языке прошла 6 лет назад, тоже в апреле. Как объяснить ребенку, что такое хорошо, а что такое плохо? Конечно, через сказки, в которых на понятном детям языке рассказывается о добре и злее, чести и корысти, любви и ненависти. В Чувашии выпустили необычный сборник сказок в двух томах. Еще в прошлом году полномоченный по правам ребенка в Чувашии Вячеслав Рафинов объявил конкурс под названием «Мамины, бабушкины и мои сказки». Год литературы объяснил он, хотелось открыть новые имена писателей и любителей. Как оказалось, фантазировать и сочинять в нашей республике любят и взрослые дети. В сказочный двух томник вошло более 70 произведений. Сам я уверен и твердо считаю, что лучшего способа воспитания детей с малых лет, чем сказка, нет. Это потом формирует человека более доброго, более отзывчивого, более гуманного, более понимающего других людей. Свои сказки сочиняли и воспитанники Кугейского детского сада «Перниске». Помогали им родители. В этом садике выросло не одно поколение района. Несмотря на то, что здесь есть спортзал с детскими тренажерами, любимым занятием дешкалят остается чтение перед тихим часом. Теперь они будут читать и собственные сказки. Оставили свой след в литературе и воспитанники Цивильского детского сада «Солнечный город». Ребята рассказали о дружбе, справедливости и трудолюбии через образы говорящих зверей, цветов и драконов. Помогали юным сказочникам бабушки и мамы. В сочинение пяти жителей «Солнечного города» вошли в сборник. Поздравляем. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Чебоксары приняли эстафету Всероссийского гран-при по быстрым шахматам. В столицу республики приехали около 30 гроссмейстеров, в их числе представительницы олимпийской женской сборной во главе с тренером Сергеем Рублевским. Всего в турнире примут участие около 200 спортсменов. Им предстоит разыграть призовой фонд в 650 тысяч рублей. В Чебоксарах пройдет пятый этап турнира Рапид Гран-при «Мемориал чемпиона РСФСР 1966 года» Владимира Сергеевского. В соревнованиях принимают участие спортсмены 28 регионов страны. Впечатляет не только количество участников, но и уровень их мастерства. Я чувствую, что этот турнир, он пока что в этом году, в этом сезоне, явно является рекордным по количеству гроссмейстеров, которые заявлены в этом турнире очень сильно гроссмейстерам. Здесь много шахматистов, которые выступали на всех абсолютно площадках и аренах мира. Начало развитию шахмат в республике уже положено. Российская шахматная федерация реализует благотворительный проект шахмата в детские дома России. Ряд учреждений республики пожелали вступить в эту программу. Им были вручены сертификаты на поставку инвентаря и обучающей литературы. Чувашия стала 69-м по счету регионом, который присоединился к этой программе. Причем в нее вошли учреждения, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Первые партии гран-при разыграли сегодня. Шахматные баталии проходят на базе Ледового дворца Чебоксара-арена. Участникам турнира предстоит непростая борьба. В этом убедился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Несмотря на царящую в зале тишину, за игровыми столами кипят настоящие страсти. Побороться за призы и кубки в Чебоксары приехали более 200 человек. Среди них именитые шахматисты, чемпионы страны и мира. Первая партия символическая. Против гроссмейстера Сергея Рублевского сыграл 13-летний школьник из Ядренского района. Итог ничья. Юный шахматист Слава Петров признается, что для него эта игра стала неплохим мастер-классом. Я занимаюсь шахматами в третий год и научил дедушка. Эта игра развивает мое мышление. Там много комбинаций, много разных фигур и разные ходы. Умеет он играть в шахматы, занимается. Дебют первые четыре хода очень грамотно сделал. Хотелось бы побольше, чтобы шахматных турниров было. Последний крупный был 10 лет назад. Я думаю, что может быть это станет традиционным. За три дня шахматистам предстоит преодолеть 11 туров одновременно в игре задействовано 100 столов. Мастеру Фиде Сергею Соколову удалось одержать первую победу за 15 минут. Он настроен завоевать главный трофей, но сделать это будет непросто, признается шахматист. В любом из туров жребе может свести за столом любители и чемпиона. Для шахматиста самое важное, конечно, концентрация внимания. То есть нужно постараться отключиться, по крайней мере, во время партии от окружающего мира полностью сосредоточиться на предстоящей партии. Ну, по-моему, так же, как и в других видах спорта. Я с 7 лет играю, достаточно давно, и в турнирах тоже много раз участвую, в выездных за пределами республики. Одной из фаворитов турнира досрочно называют Валентину Гунину. В свои 27 лет она завоевала титул международного гроссмейстера. Мне очень приятно играть в таком турнире. Вчера я давала сеанс, была пресс-конференция. Первую партию я выиграла, сейчас посмотрим, что будет дальше. Чемпионаты по шахматам такого статуса, чьи боксары не принимали вот уже 10 лет. Соревнование памяти чемпиона страны Владимира Сергеевского – это один из этапов российского гран-приа. Глава республики отметил, что благодаря таким турнирам поднимается престиж российской шахматной школы. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Это все новости на сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин